Привет! А в этом видео мы расскажем вам про грецкий орех, про его пользу и вред. Грецкий орех, пользу и вред которого были изучены с давних времен и по сей день остается достаточно популярным продуктом, хотя многие спорят о его ценности. Грецкий орех это, пожалуй, одно из самых широко известных и любимых лакомств. Он используется в качестве основного ингредиента во многих кухнях мира и благодаря своей пользе завоевал множество поклонников. Всем с детства твердят о том, насколько он незаменим для здоровья, а ведь об этом орехе было известно еще со времен Гиппократа, который в своих трактатах подчеркивал его пользу. Наверное, ни один из видов орехов не богат минералами так, как грецкий. В нем содержится большое количество витаминов группы В, ПП, С, А, Е, а также ряд важнейших микроэлементов и минеральных веществ, например, таких как натрий, цинк, железо, кобальт. Кроме всего прочего, в плоде грецкого ореха содержится много жирных ненасыщенных кислот, а также белка, важного для человеческого организма. Чем же также полезен грецкий орех для организма человека? Грецкий орех повышает иммунитет. Орех богат огромным количеством витаминных веществ. Именно поэтому доктора рекомендуют включать его в рацион, особенно в осенние и весенние периоды, когда сильнее всего проявляется витаминоз. Также грецкий орех помогает при анемии. Из-за высокого содержания кобальта, железа и цинка в своем составе он помогает увеличить уровень гемоглобина, а значит и улучшает самочувствие человека. Также полезен при заболеваниях сердца и сосудов. Также повышает потенцию. Улучшает работу кишечника. Могут применяться в качестве успокаивающего средства. Улучшает работоспособность организма в целом и работу мозга в частности. Понижает уровень сахара крови. Грецкие орехи, полезные свойства которых абсолютно незаменимы для растущего организма, должны обязательно присутствовать в рационе детишек, а также кормящих мам и беременных женщин. Лучше всего заранее согласовывать с врачом вопрос о том, какое количество орехов необходимо съедать в день. Обычно для женщин в положении дозировка составляет 10-12 орешков, для детей 5-7. Взрослому человеку, не имеющего противопоказаний, нужно съедать в день по 10 штучек плодов грецкого дерева. Существует и вред грецких орехов. Кому в каких случаях не стоит употреблять его в пищу? В первую очередь, от употребления плодов грецких орехов должны отказаться люди, страдающие аллергией, не только на данный продукт, но и на белок. В тяжелых случаях их употребление может вызвать антилактический шок, поэтому перед тем, как съесть несколько штук этого кажущегося безобидным лакомства, нужно выяснить, не существует ли каких-то противопоказаний. Лучше не употреблять орешки и людям, страдающим ожирением, поскольку они очень калорийны. У больных экземой, псориазом, нейродермитом болезнь может обостриться даже после съедания всего лишь 2-3 орехов. Несмотря на то, что орешки полезны при несварении желудка и помогают нормализовать его деятельность, его и кушать не рекомендуется при очень серьезных кишечных расстройствах. Врачи не рекомендуют превышать суточную норму употребления такого продукта, как грецкие орехи. Полезные свойства в этом случае могут дать прямо противоположный эффект и вызвать воспаление нёбных миндалин или раздражение слизистой рта. Кроме того, орехи, которые потемнели или же покрылись плесенью, категорически не рекомендуется употреблять, поскольку в них начинает вырабатываться ядовитый фермент, опасный для здоровья. Грецкие орехи применяют в медицине и косметологии. Благодаря высокому содержанию витамина Е, они особенно широко используются при изготовлении кремов, а также различных тонизирующих и очищающих средствах. Такая косметика помогает улучшить работу покрова кожи, убирает излишки кожного сала и препятствует образованию неэстетического жирного блеска. Кроме того, скорлупа этого ореха применяется при изготовлении очень стойкого красителя. Помимо применения в косметологии, грецкий орех может использоваться и при изготовлении некоторых лекарств. На основании этого уникального компонента изготавливаются различные настойки, мази и отвары, которые обладают заживляющим, кровоостанавливающим и противовоспалительным действиями. Применение грецких орехов Ядра грецких орехов применяются в пищу. Из них делают различные вкуснейшие салаты и десерты, пекут кондитерские изделия. Либо они просто могут употребляться в сыром виде, ведь в особой тепловой обработке они не нуждаются. Но не стоит думать, что кроме ядер ничего применять больше нельзя. Многие, очистив орешек от скорлупы и перегородок, выбрасывают их, хотя на самом деле они не менее полезны, чем сами ядра. Перегородки грецких орехов, применение которых не столь широкое, представляет собой очень полезный продукт, богатый прежде всего йодом. При недостатке этого элемента в организме человека начинают происходить сбои не только в работе щитовидной железы, но и на других органах. Нарушаются обменные процессы. А твар, изготовленный из перегородок орехов, помогает снять все симптомы, характеризующие недостаток йода в организме. Прежде всего, это раздражительность, частые головные боли, нарушение сна, высыпание на кожу. Чем же еще полезен твар из перегородок? Он очищает сосуды, улучшает память, уменьшает проявление панкреатита и конъюнктивита, помогает при отложении солей, избавляет от утренней сухости во рту у диабетиков, облегчает симптом ратикулита, лечит калит и дисбактериоз. Ореховое масло. Масло грецкого ореха применение получило более широкое, чем перегородки. Оно содержит железо, йод, магний, кальций, а также и ряд других не менее полезных витаминов и минералов, которые содержатся и в самом плоде. Единственное отличие между ними состоит в том, что масло содержит больше жирных кислот, важных для организма человека. Оно активно применяется в косметологии, поскольку обладает способностью заживлять мелкие рамки и трещинки, выравнивает цвет кожи. Масло способно повысить иммунитет, жизненный тонус, нормализовать метаболизм, а также заживить ожоги и рубцы, оставшиеся после травм и воспалений. Скорлупа грецкого ореха. Не менее полезна при лечении некоторых недугов. В ней содержатся наряду с витаминами такие вещества, как фенол, кумарины и карбоновые кислоты. Благодаря им из организма достаточно быстро выводятся излишки холестерина, рассасываются тромбы и бляшки, закупоривающие сосуды. Скорлупа эффективно помогает чистить сосуды, лечить кашель, удалять лишние волоски на теле, а также избавляться от следующих болезней, таких как язва на коже, гастрит, недержание мочи, экзема, диарея. Скорлупа может применяться в нескольких видах. В качестве отвара или настоя, в качестве основы для приготовления ванн, а также в качестве золы. В последнем случае она чаще всего используется для удаления нежелательных волос на теле. Грецкий орех для худеющих. Грецкий орех калорийность имеет достаточно высокую, как и все виды орехов. В 100 граммах будет содержаться около 700 калорий, в зависимости от сорта грецкого ореха. Но, несмотря на слишком большую пищевую ценность, многие диетологи советуют всем сидящим на диете, а также людям, страдающим ожирением, включать в свой недельный рацион хотя бы несколько штук этого продукта. Ведь он не только оказывает положительное воздействие на организм, но и помогает излечиться от некоторых заболеваний. Стоит помнить, что если диетологам была подобрана строгая диета, то нужно обязательно согласовывать с ним возможность употребления грецких орехов хотя бы раз в неделю. Как правило, при очень строгом режиме питания запрещается употребление столь калорийных продуктов, а это значит, что, несмотря на ту пользу, которую грецкие орешки оказывают на организм, на некоторое время нужно отказаться от них. Итак, это была основная информация про грецкий орех, про его пользу, вред и применение для человека. Будьте здоровы!